Здравствуйте! В эфире итоговая информационная программа новости 24 Саратов. Нужны и возможно ли восстановление авиационного завода на территории области? Со строительством солнечных электростанций могут ли жители региона рассчитывать на снижение оплаты за электричество? На эти и другие вопросы ответит гость нашей программы, министр промышленности и энергетики Саратовской области Сергей Лисовский. Сергей Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Сенатор Атульяновской области Сергей Рябухин, и, кстати, он наш земляк, выступил за возвращение России статуса авиационной державы. Сергей Михайлович, а что сейчас у нас располагается на территории бывшего авиационного завода? И, по вашему мнению, возможно ли его восстановление? Я сначала предложил бы со статусом разобраться, что Россия потеряла, а что не потеряла. Авиацию надо рассматривать как состоящую из двух частей – военная и гражданская. Если говорить о военной авиации, то можно утверждать, что Россия не потеряла статус ведущей авиационной державы. Об этом говорят факты расширяющихся закупки авиационного вооружения во всем мире. И даже тот период, когда наша армия не могла закупать, то это делали другие страны. И в результате наша авиационная промышленность, ориентирующаяся на военные поставки, выжила и развивается. Об этом говорит тот факт, применительно к Саратовской области, что шесть предприятий включено в авиационно-промышленный комплекс, оборонно-промышленного комплекса. А десять предприятий являются поставщиками гособоронзаказа, комплектующих для авиации. Теперь, что касается гражданской авиации. Тут катастрофическая ситуация сложилась из-за ряда системных государственных ошибок. Смотрите, что получилось. Есть сейчас рынок, но нет производства. В результате наши авиатранспортные компании вынуждены закупать Боинги, Аэрбасы. В чем была ошибка? Вот на примере Саратовского авиационного завода. В общем-то, в эпоху перемен наш авиационный завод зашел в эпоху перемен, хорошо технически подготовленным, вооруженным, с выпуском нормальных машин. Но дальше стратегия начала меняться. И ставка государством была сделана самолет Ту-334. Но не доведя самолет Ту-334, он также не вышел фактически на линии, перешли на Суперджет. Но Суперджет имеет свою особенность. Там значительная часть комплектующих импортных. Это мало того, что не загружает нашу промышленность, но если еще взять и сегодняшние международные условия, то становится в определенной степени опасным и для производства. В-третьих, что такое выпуск Суперджета? Ну, в прошлом году там 30 с чем-то самолетов выпустили. А Airbus и Boeing по 650, по 700 самолетов. Значительная разница. Да, тут разница колоссальная. То есть, получается, наша вообще-то мастерская по сравнению с тем мощным производством. Теперь, что касается нашего айтиционного завода. Наш завод выпускал специфичные самолеты. И Як-40, и Як-42. Они были надежные, неприхотливые. Но у них была еще одна характеристика. Очень короткая взлетно-посадочная полоса. Длина посадочной полосы, которая на заводе, на 1200 метров всего. То есть, это специальный класс самолетов. Сейчас такого класса самолетов нет. Конечно, теоретически возможно сейчас выпускать самолеты малой авиации. Но здесь нужна поддержка государства. Губернатор предлагал в правительстве, в министерстве промышленности малую авиацию. Но, к сожалению, до настоящего времени не нашло поддержки. Сергей Михайлович, а что из себя сейчас представляет территория авиационного завода у нас в городе? Территория, как и раньше, это две площадки. Одна площадка непосредственно производства самолетов, на которые осуществлялся. А вторая площадка – это аэродром Южный, так называемый. Где была взлетно-посадочная полоса и корпус достройки самолетов. На территории завода его надо разделить на три части. Первая – это производственная часть. Вторая – действующая торговая часть. И третья – планируемая торговая часть. Что относится к промышленному комплексу? Во-первых, в главном сборочном корпусе реализуется проект по производству нового строительного материала, так называемых пир-панелей, по уникальной для России технологии. Кроме того, в производственной части действует предприятие «Сокол», которое было организовано еще в 1996 году. И оно занимается сейчас поставками спецтехники и получает лицензию на техническое обслуживание самолетов Як-42. Но с учетом того, что полосы уже нет, то обслуживание будет осуществляться или на территории «Саравиа», или на территории компании «Тулпар». Это производственная часть. Торговая часть со стороны проспекта «Энтузиастов» – это действующий торговый комплекс «Оранжевый». И несколько лет назад купила площадку всемирно известная торговая фирма «Икея», но дальше выкопала котлова, но дальше строительство не пошло. «Икея» заморозила все проекты на территории России. Теперь переходим к аэропорту «Южный». Там корпус достройки самолетов – наша цель, чтобы это все-таки остался промышленный объект. И мы ведем переговоры с рядом компаний и с рядом инвесторов, чтобы его задействовать как промышленный объект. Ну и в то же время оставшаяся часть предусмотрена под развитие жилищного строительства. На днях состоялось открытие нового завода в Балакова. И расскажите нам, пожалуйста, чем это выгодно региону? Ну, во-первых, я добавлю, что состоялось буквально в течение месяца только в Балаково открытие трех заводов и один завод в Энгельсе. Но последнее вы имеете в виду, это самый масштабный, конечно, Северсталь. Что дает этот регион? Во-первых, это около тысячи высокотехнологичных рабочих мест с высокой зарплатой. Уже сейчас это уровень порядка 37 тысяч. Во-вторых, это новый источник поступлений в бюджеты всех уровней. В-третьих, с учетом выгодного географического положения, это обеспечение необходимыми материалами нашего строительного рынка и строительного рынка регионов Приволжского и Южного федерального округа. Ну, в том числе и ряда областей центрального округа. Порядка 10% объемов – это поставки на экспорт. Уже пошли поставки Азербайджан, Туркмения, то есть страны Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока. И еще надо отметить, что приход такого крупного игрока – это и реализация социальных проектов. Сергей Михайлович, в России полным ходом идет переход на экономичные и экологичные ресурсы. Как в нашем регионе обстоят дела со строительством солнечных электростанций? Губернатор Валерий Васильевич подписал в Петербурге соглашение с генподрядчиками. Это фирмы «Авилар», «Салар» и «Хевел», которые будут осуществлять проектирование и строительство. Около двух лет шла работа по выбору земельных участков. Мы проработали несколько районов, по которым так называемый коэффициент инсоляции – это очень важное количество солнечных дней и часов, чтобы эффективность работы была. Сейчас можно с уверенностью сказать, что в трех районах – это Пугачевский, Ровенский и Новозенский – вопросы по выбору земельного участка и привязки к проекту сняты. Продолжается работа еще в двух районах. Но мы надеемся, что минимум четыре района будут задействованы в таком масштабном строительстве. Этапы. Следующий год проектирования и 2016-2017 год строительства. Вот так сейчас заложено. А когда их введут в эксплуатацию, могут ли жители рассчитывать на снижение тарифа на электроэнергию? Этот вопрос очень естественный для жителей, но мы сколько раз поясняли. К сожалению, Саратовская область, генерирующая электроэнергию в четыре раза больше ее потребности, льгот, потому что генерация на ее территории не имеет. Существующее федеральное законодательство обезличивает все виды энергии, осуществляется поставка на оптовый рынок, а потом уже Федеральная служба по тарифам определяет коридоры цен. Но прямой зависимости количества генераций на уровень тарифов, к сожалению, нет. У нас в области динамично развивается рынок телекоммуникаций. И одним из операторов сотовой связи в городе был запущен высокоскоростной интернет. Расскажите об этом поподробнее. Сейчас услуга высокоскоростного доступа в интернет, или как его еще называют, широкополосный доступ в интернет, конечно, выходит на первое место. И здесь два типа, так называемый фиксированный и мобильный широкополосный доступ в интернет. Что касается фиксированного, то на территории области работает порядка 20 провайдеров. Сейчас у нас 168 пунктов подведены в волоконно-оптические линии связи. Из них 123 села. Но в перспективе принята федеральная программа, чтобы каждому селу с количеством жителей более 500 подвести как раз оптоволоконные линии связи, которые позволят осуществлять широкополосный доступ. А то, что вы сказали, последний запуск оператором системы 4G, то мобильным 3G у нас сейчас охвачены 300 населенных пунктов. Но что позволяет система 4G? Это на порядок выше скорость. И если 3G скорость 5-6 мегабит в секунду, то при открытии 4G мы замерили в пресс-центре правительства, скорость была 56 мегабит в секунду. Приличное увеличение. Очень приличное. И тут интересно получилось. 4G в мае открылась в Пугачеве, дальше в июне в Балашове, в июле в Саратове и Энгельсе, до конца года в Вольск и Балакова. Ну а в следующем году она уже будет полностью охвачена вся территория области. Сергей Михайлович, ну и под конец программы подведите итоги работы Вашего министерства за первые полгода. Обычно главный показатель, который оценивает промышленность, это индекс промышленного производства. По России 101,5, значит в Саратовской области 102,1. То есть вот начиная с 2000 года мы идем выше, чем по России. То есть эта тенденция сохраняется. Но нам очень важно, а за счет чего это достигнуто. И вот тут есть интересные моменты. К сожалению, снизилась добыча полезных ископаемых. Снизилась выработка электроэнергии. Дело в том, что идут масштабные работы по реконструкции на наших главных генерирующих объектах. Это Балаковская атомная и Саратская ГЭС. Но, как и предписывается и стратегия развития области, и программы социально-экономического развития области, локомотивом должны быть обрабатывающие производства. А они составляют 60% всего промышленного комплекса. И обрабатывающие производства показали рост 109,9%. Это очень высокий результат в современных условиях. За счет чего? Резкий рост металлургического производства. Понятен. Дальше. Очень важно, что возрождаются те отрасли, которых сильно задушило импорт. Такие отрасли, как текстильное и швейное производство, дали прирост 123%. Мебельное производство 130%. И мы сейчас становимся центром мебельной промышленности России. Производство машин и оборудования более 20%. Производство электрооборудования, химическое. Рост по этим типам производств перекрыл то отставание, которое идет по добыче полезных ископаемых, и производство электроэнергии. Кроме того, высокий рост продемонстрировали и налогооблагаемые базы. Если взять общую сумму налогов, то 114,5% дал промышленный комплекс. А если взять без учета акцизов, то там более 120%. То есть это и пополнение казны. И увеличилось, если в прошлом году в среднем доля промышленного комплекса в налогах составляла 36-37%, то за полугодие доля промышленного комплекса составила 42,2%. Поэтому, как и в обращении губернатора, безусловно промышленный комплекс это локомотив развития региона. И так и будем тогда держать. Сергей Михайлович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Всего доброго. А я напоминаю, у нас в студии был Сергей Михайлович Лисовский, министр промышленности и энергетики Саратовской области. Смотрите нас каждую субботу в это же время. Всего вам доброго. Спасибо.